Денис Фокин. Давайте, навалим аплодисментов. Всем привет. Пока все еще подтягиваются, несколько человек скажу, что очень рад видеть изображение Дюка везде, потому что с 2002 года я сначала работал в Sun Microsystems и знаю лично человека, который его нарисовал. Там, несмотря на то, что компания была большая, вроде богата, серверы делали, человек сам нарисовал. И вот до сих пор его произведение живет. И самое главное, что это же такое абстрактное изображение. И это будет очень связано с темой сегодняшнего доклада. Соответственно, давайте начнем. Соответственно, расскажу сейчас немножко про последний бэкграунд, с чем я работал. Я работаю в RRI, Russian Research Institute компании Huawei. И мы достаточно долго занимались символьным исполнением для того, чтобы анализировать код, генерировать автоматические тесты. Более того, мы занимались динамическим анализом кода, фазингом. И сейчас мы сосредоточились на абстрактной интерпретации. Это фантастически удивительный мир, новый мир в какой-то момент для меня. Надеюсь, что сегодня получится и вас приобщить к нему и узнать, каким образом программа, анализирующая программу, может что-то в ней понять. Давайте начнем с рассуждения про смысл. Наверное, все видели вот эти рисунки в пещерах, которые рисовали древние люди. И мы все знаем, что они пытались либо заключить в пространство рисунка некую информацию о внешнем мире, либо это были какие-то мистические рисунки, которые позволяли удачнее провести охоту. Я надеюсь, что к середине доклада все из нас почувствуют себя немножко охотником, потому что как здесь, в этих рисунках, мы можем узнать животных, в данном случае бизона, наверное, на этих изображениях, несмотря на то, что рисунок совсем не точный. Это своего рода абстракция. Также мы научимся абстрактно смотреть на программу. Давайте немножко настроимся на сегодняшний доклад и вспомним о том, что со времен Древнего Рима, может быть раньше, это мне неизвестно точно, существует утверждение «разделяй и властвуй». И мы его до сих пор применяем, например, в манимонических техниках, когда хотим осознать какую-то большую группу объектов. Для этого мы используем какие-то подходы. Например, когда я хочу запомнить такой набор объектов, я сразу думаю о том, что какая-то группа синяя, например, или думаю, что какая-то группа — это цилиндры. Таким же образом можно сформулировать свойства переходов между группами. Например, чтобы перевести из группы желтых объектов в группу синих объектов, нам нужно объект перекрасить. И более того, чтобы осмыслить группу объектов, мы можем просто прибегнуть к некой абстракции. Например, мы можем подумать о том, что объекты, цилиндры, они круглые, а кубы — квадратные, хотя на самом деле это не круги и квадраты. И в принципе, когда люди между собой общаются, главная задача общения — это передать смысл. И есть такой способ передачи информации, как формализация общения, формальные методы. То есть передача смысла средствами математики, на языке математики. И такой разговор не очень популярен в среде друзей, среди людей на базаре и так далее. За исключением, конечно, случаев, если друзья не математики или не программисты. Но вот 20 век поставил определенный вызов перед людьми, потому что пришлось объяснять смысл машине. И здесь как раз формальные методы очень пригодились. После того, как люди поняли, что можно объяснять что-то машине с помощью программы, которая в принципе однозначно должна передавать смысл, хотя мы все знаем, что, помним, что лозунг Java написал один раз, используешь везде, но это не всегда так работает. Разные JDK есть, и на разных JDK даже работа вашей программы может немножко изменяться. Соответственно, людям пришла в голову идея, что если выразить смысл программы, а программа сама по себе выражает смысл, то, наверное, получится получить некоторые положительные результаты. Например, можно вывести некоторые свойства программы. Какие свойства программы? Что она завершается, что в ней нет ошибок, что какая-то инструкция в программе достижима. И какие же средства человек использует? Если кто-то… А, кстати, можете поднять руки, кто встречался с анализом кода, может писал плагин для IDE, может быть… Вообще, если есть джаваскриптеры, то, наверное, все знакомы с Бабелем, потому что сейчас какой-нибудь React обязательно требует того, чтобы в Бабеле написать плагин и как-то поддержать какую-то старую версию джаваскрипта. Так вот, когда мы говорим об анализе кода, мы должны сформулировать инструменты, с помощью которых мы это можем делать. И к таким инструментам я бы отнес выделение или накопление операционной семантики, денотативной семантики и аксиматической семантики. Мы сейчас более подробно в простой форме рассмотрим, что это такое. Для кого-то это, может быть, уже известная информация. Тогда мой рассказ, может быть, покажется забавным. И наоборот, для кого-то новая информация. И таким образом мы привлечем новых людей, которые будут писать плагины для IDE или какие-то транспиляторы, или, может быть, даже анализаторы кода. Давайте подойдем к этому через аллегорию. Начнем с операционной семантики. Что это такое? Соответственно, операционная семантика – это когда мы пытаемся понять, что же делает программа, переходя от одной инструкции к другой. Это для нас интуитивно понятно, потому что мы находимся на одной строчке программы, переходим к другой. Таким образом и человек смотрит на код и пытается понять, что делает программа. И интерпретатор интерпретирует, например, байт-код. Соответственно, если запустить вот такую программу, то на самом деле мы не дождемся, когда она закончится. Потому что здесь значение i меняется с нуля на единицу, с нуля до единицу. И в конечном итоге, вы видите, справа нарисован control flow graph. Мы никогда не достигнем инструкции, которая помечена номером 4. Такой код называется мертвым кодом или dead code. Наверное, вы встречали в IDE. Иногда IDE предупреждает вас о том, что какой-то код недостижим в программе. Но обратим внимание, что пользуясь вот таким подходом, мы на самом деле не можем определить, что какой-то код недостижим. То есть если бы здесь в условии цикла была 1000, например, то мы могли бы просто по таймауту или по ограничению на количество итераций принять волевое решение, что мы слишком долго уже крутимся в этом цикле, и, возможно, он бесконечный. Поэтому что я сделал? Я просто нажал на красную кнопку VDE и волевым усилием прекратил исполнение программы. Соответственно, с чем это можно сравнить? Это можно сравнить с историей про Гензеля Греттера. Наверное, знаете эту историю, когда мальчик и девочка их ввели в пряничный домик. Мальчик придумал очень классный способ, каким образом вернуться обратно. Он оставлял крошки по пути следования, рассчитывая, что он вернется обратно. Соответственно, каким образом это работает? То же самое. Он шел каждый шаг и оставлял крошку. Здесь мы идем по каждой инструкции и пытаемся понять, что делает программа. Но, к сожалению, в сказке мальчик столкнулся с суровой действительностью. Крошки съели птицы. Вот это яркая иллюстрация того, как ошибка в семантической модели может привести к сказочным совершенно последствиям. Дети не смогли вернуться домой по крошкам. Итак, операционная семантика сводится к тому, что мы посещаем каждую инструкцию программу и после этого пытаемся вывести некоторые заключения о свойствах программы. Какого рода свойства программы мы можем вывести? Например, что до какого-то места можно дойти. То есть дети дошли от дома до пряничного домика и это свойство, что можно дойти до пряничного домика. Там нет никакого обрыва непредалимого и так далее. Следующий тип семантики. Семантика на русский язык переводится как смысл. То есть мы с вами говорим о смысле. Каким образом можно понять смысл программы? Следующая семантика называется оксиматическая семантика. И она позволяет с помощью некого инструмента, который дает некие предсказания, даже, скажем так, выдает некоторые утверждения относительно свойств программы определять некоторые утверждения относительно каких-то частей программы. Соответственно, как это делается? Есть такие инструменты, которые называются SAT-солверы. И SAT-солвер позволяет по булевой формуле, вот вы видите внизу пример булевой формулы, где у нас есть три переменных, есть конъюнкция, дизюнкция и отрицание. И большие формулы, получив SAT-солвер, может мгновенно практически выдать ответ, satisfiable она или нет. То есть выполняема она или невыполняема. Соответственно, каким образом мы можем это использовать? Обращаясь обратно к аналогии, которую я предложил, у нас слева есть домик, справа есть пряничный домик. И если бы у детей был некий магический шар, который позволял бы ответить на вопрос, есть ли медведь в берлоге, есть ли волк, цел ли мост, есть ли лодка у левого берега, то тогда можно было бы сформировать вот такую вот формулу, где если мост цел и нет медведя, и если мы идем через мост, или если есть лодка и нет волка, то значит дети успешно доберутся до дома. Точно так же работает анализ на основе аксиматической семантики. Мы собираем, когда мы идем по графу исполнения программы, мы собираем некоторые утверждения на операторах ветвления, и после этого спрашиваем у садсовера, можно ли добраться до определенной инструкции с заданными значениями. И последний тип семантики, на который мы сегодня посмотрим, называется денотационная семантика. Я никогда не уверен в цитатах, которые нахожу на просторах интернета, но говорят, что Эммануил Кант сказал, что в каждой естественной науке заключено столько истины, сколько в ней есть математики. И если на основе предыдущих двух семантик мы не могли понять, точно ли недостижима какая-то инструкция в программе, мы могли понять только, достижима ли какая-то инструкция в программе, достижима ли она с определенным диапазоном входных значений, то эта семантика позволит нам ответить на вопрос, возможно, какая-то инструкция недостижима, возможно, какая-то инструкция является мертвым кодом. И для этого нам поможет математика. Здесь, конечно, отдельная история, потому что выглядит это очень красиво, но не совсем понятно, когда начинаешь это реализовывать. Во всяком случае, когда наша команда начала работать с абстрактной интерпретацией, то нам пришлось совсем перестроить способ мышления, каким образом мы на это смотрим. Соответственно, здесь инструментарий несколько другой. Здесь то, что, возможно, многие из вас встречали в УЗИ, но не придавали этому большого значения. Например, из моего опыта, когда я пришел работать в ЖДК, только там я полюбил, наконец, матрицы, потому что стало очевидно, что они в афинных трансформациях очень полезны и облегчают жизнь. Точно так же здесь есть инструменты, такие как соответствие ГЛУА, решетки и неподвижные точки. Если кто-то про это не слышал, мы, опять же, разберем в простых терминах. Если кто-то слышал, возможно, получится посмотреть немножечко по другим углам и понять, где можно применить эти алгебраические объекты, но в данном случае решетки, это алгебраические объекты, в анализе кода. И не только в анализе кода, забегая вперед. Начнем с соответствия ГЛУА. Что это такое? Во-первых, это применяется много где. Не только при анализе кода, это применяется и при разделении на партиции и, например, в таком примере. Посмотрите, здесь у нас есть два множества. Одно множество, то, которое слева, это вещественные числа. Множество, которое справа, это целые числа. И, по сути дела, здесь описано округление. И эти множества упорядочены. И есть некие функции, которые отображают одно множество на другое. То есть из левого множества мы можем получить значение в правом, из правого можем получить значение в левом. Но обратим внимание, что если мы, например, округляем 4,1, мы получаем четверку, возвращаясь обратно, мы опять получаем четверку. И мы не получаем ни тройку, ни двойку, ни единицу. И если мы вспомним, каким образом мы на кассе, в магазине считаем сдачу, то, наверное, многие из вас пользуются примерно теми же методами. То есть мы округляем это до какой-то величины, приемлемой для нас, и уверены в том, что результат полученный у нас в голове, он приемлем для того, чтобы нас не обсчитали, не обманули и так далее. И это как раз и есть свойство ГЛУА, то, что у нас есть два множества, из одного можно отображать значение в другое, но свойства этих множеств, они совпадают. И в данном случае из-за того, что они упорядочены, мы можем сделать что-то относительно правого множества, вернуться в левое и получить уже результат в том представлении, в котором мы изначально начинали считать. Давайте перейдем к самому интересному для меня. Это называется абстрактная интерпретация. Абстрактную интерпретацию можно применить много где. Но давайте сначала подумаем о том, что у нас было много примеров, несколько примеров того, как дети могли попасть из точки А в точку Б, из пряничного домика домой. Но вообще-то лучше всего им бы помогла карта. Если мы подумаем про карту, то это не просто листок бумаги, но это еще и математическое, геометрическое представление объектов реального мира. Это некоторая абстракция. И вот такую карту нам бы хотелось получить для кода, чтобы делать какие-то выводы о коде, подкрепленные математической моделью. И мы увидим, что хлебные крошки не самый лучший вариант в данном случае. Что касается абстракции, Лейбниц, опять же, это взято из интернета, рекомендует нам не забывать относительно чего мы строим абстракцию. То есть чтобы абстракция не была совсем абстрактной. Другими словами, если мы нарисуем карту, которая совсем будет не соответствовать реальному миру, то мы просто не сможем найти ни клад, ни дорогу домой. Здесь достаточно сложное объяснение, что делает абстрактная интерпретация. И мы разберем это на примерах. Соответственно, кратко мы строим систему уравнений и итеративно решая эту систему уравнений, мы находим неподвижную точку. Давайте немножко подождем, будет с примерами и картинками. Давайте опять вернемся к анализу кода. Соответственно, анализ кода – это сложно. Когда я делал один из примеров для презентации, я вдруг понял, ну, к сожалению, здесь не видно, но видно, что подсвечивается некий tooltip, где написано результат единицы, результат этого деления, он всегда равен нулю. Что на самом деле неверно. Во-первых, это не страшно, если мы возвращаем ноль. Страшно, если у нас знаменатель равен нулю. В данном случае как раз знаменатель может быть равен нулю, и это может привести к серьезной ошибке в нашей программе. Но так как программа, возможно, программа анализа в IntelliJ IDE неправильно поняла смысл происходящего, она этот неправильный смысл передает человеку, человек это запутывает. Соответственно, это иллюстрация того, что неправильно переданный или понятый смысл, в том числе, если смысл неправильно поняла программа, может привести к неприятным последствиям. И IntelliJ IDE, которая является лучшим, возможно, инструментом для работы с кодом, нам демонстрирует, что даже она иногда дает информацию не совсем понятную для человека. Соответственно, мы рассмотрим два типа анализа, и вот этот анализ, он занимается тем, что он берет переменные в течение выполнения программы и накапливает информацию о том, что находится в переменах. Так, соответственно, возвращаясь опять к соответствию Галуа, мы можем сказать, что у нас могут быть два множества. Например, конкретное множество и абстрактное множество. Каким образом это может нам помочь в анализе программ? Посмотрите, если у нас конкретное множество, это бесконечное множество с целыми числами, то правое множество, оно, конечно, оно состоит из трех элементов. Но мы можем описывать левое множество, отображать его вправое, и таким образом делать утверждение относительно того, что если отрицательное значение умножено на положительное, то знак такого выражения будет отрицательным. Соответственно, если мы применим анализ абстрактного домена, а потом вернемся опять в конкретный, то мы получим свойство программы о том, что, например, она возвращает всегда отрицательное значение или всегда положительное значение. Но при этом это не работает для случаев, когда у нас сложение. Потому что в зависимости от того, какое число больше и какое меньше, у нас может получиться либо положительный результат, либо отрицательный. И в данном случае мы вводим еще один элемент в правом множестве, это плюс-минус. Обратите внимание, что мы бесконечное множество описали в терминах конечного множества и можем, соответственно, его проанализировать. А мы знаем, что анализ программ часто невозможен в связи с тем, что количество состояний, количество путей исполнения бесконечно. Соответственно, анализ программы, если его анализирует человек с бумажкой и ручкой, это очень сложно. Это очень сложно даже для компьютерной программы, потому что есть такие вещи, как комбинаторные взрывы, экспансиональные взрывы путей исполнения. И если мы переведем программу в термины абстрактного домена, то тогда мы сильно сократим то, что нам нужно анализировать. И когда люди пришли к этому заключению, именно автор идеи абстрактной интерпретации это Патрик Кузо, то выяснилось, что если переводить реальный конкретный домен в абстрактный домен, то к нему применимы приемы из обычных способов оптимизации компиляторов. Вот, например, есть такая статья Гарри Килдала, где он описывает способы оптимизации компиляторов. У нас Java конференция, поэтому мы не будем углубляться в этот код. Он будет переписан на Java. Это просто скриншот из статьи. Суть заключается в следующем. Возможно, кто-то не знает, а кто-то знает, каким образом реализуется так называемый constant propagation. Что это значит? У нас есть некоторый цикл. Мы каким-то образом именуем каждую инструкцию в этом цикле, строим control flow graph, а потом, например, с ручкой выписываем каждое значение. И в конечном итоге мы видим, что на третьей итерации значения переменных стабилизируются, и после этого они не изменяются. То есть а у нас становится равным единице, b двойки, d тройки и так далее. Другими словами, компилятор может заменить этот код на другой код, где он будет считать эти значения константными после третьей итерации. Соответственно, если написать похожую программу на Java и запустить, мы видим, что результат конкретно такой. Получается вот то же самое, что было в статье. Как раз это называется неподвижной точкой с точки зрения анализа. И про неподвижную точку мы чуть-чуть попозже поговорим. Это еще, кроме соответствия ГУА, еще два способа накапливать информацию о программе. Соответственно, это решетки и неподвижные точки. Что такое решетка? Решетка – это частично упорядоченное множество, еще с некоторыми дополнительными свойствами. И вы видите, что здесь есть определенный порядок. Этот порядок в данном случае на основе делимости. Соответственно, 30 делится на 6, 6 делится на 2, 2 делится на 1. Но порядок можно задавать любой. Вообще алгебра интересна тем, что природа объектов, с которыми мы работаем, она не задана алгеброй. Мы можем любой объект туда подставить. В данном случае мы подставили просто свойства, вернее, делители числа 30. А можем подставить туда, например, множество и упорядочить эти множества по включению. Вы видите, что 1 и 2 включаются в 1, 2, 3 и так далее. И здесь, наверное, важно рассмотреть саму решетку для того, чтобы понять, какие свойства в ней есть и какая магия вообще происходит после того, как мы эти свойства там замечаем. Во-первых, в решетке, если мы разберем два элемента, например, 1 и 3, то там есть точная верхняя граница или в английской литературе это называется joint и точная нижняя граница или в английской литературе называется mid. Это такой элемент, который является минимальным, максимальным или максимальным, минимальным общим элементом для этих двух элементов. И есть еще такое понятие, как top и bottom. Это максимальный элемент частичного порядочного множества и минимальный элемент частичного порядочного множества. Так в чем же здесь магия? А магия в том, что мы можем увидеть здесь абелевые группы, то есть мы можем увидеть свойства сложения и умножения в этих двух операциях. Если мы одну операцию галочкой вниз обозначим, а другую галочкой вверх, то мы увидим, что здесь не только работают свойства, похожие на сложение, вычитание, там еще работает дистрибутивность. Соответственно, если мы возьмем решетку по включению всех состояний программы, потому что мы понимаем, что у нас есть точка входа, и дальше наши состояния программы изменяются, то эти состояния программы мы можем представить как решетку. А если мы смогли это представить как решетку, то мы можем применить всю теорию, которая применима к решеткам к нашей программе и на плечах гигантов въехать в наш анализ кода. Вот здесь как раз можно себя чуть-чуть почувствовать тем самым первобытным охотником, который рисовал на скалах изображение, потому что мы в виде решеток можем теперь представить программу. Он представлял объекты реального мира, а мы представляем объекты нереального мира. Давайте посмотрим на примерах, как это работает. Соответственно, вот это решетки, которые упоминаются в статьях, используются в анализе в нашем инструменте, в том числе я забыл сказать, что мы достаточно успешный инструмент сделали, внутренний для анализа кода на JavaScript. Это такой вызов, потому что JavaScript динамически типизированный язык, это означает, что там практически нету типов, их либо надо выводить, либо делать какие-то допущения на основе того, что есть. И решетки предоставляют нам такие возможности. И я сейчас покажу на примере Java, какого рода информацию мы можем кодировать с помощью решеток. Соответственно, первая решетка это интервалы целых чисел, вторая это в данном случае все целые числа, но по сути дела тут можно говорить и о интервалах вещественных чисел примерно по такой же схеме построить. И последняя решетка достаточно примитивная и вырожденная. Здесь у нас есть только top и bottom, только максимальный элемент и минимальный. Кажется, а что вообще можно проанализировать с помощью такой решетки? Сейчас посмотрим. Соответственно, если это пример, такой решетки, каким образом мы можем представить возможные значения переменной. Смотрите, если мы в конкретном домене анализируем программу, то мы просто всегда пытаемся понять, как работает интерпретатор. Он просто сохраняет в некой переменной некое значение. Но некоторые значения, они нам либо неизвестны, потому что они пришли, например, от какой-то зависимости, либо это может быть значение, которое не может быть выражено простым числом, потому что… Ну, простое число – плохое слово. Действительным числом, например, потому что это бесконечный цикл или это бесконечная рекурсия. Соответственно, что мы делаем в решетке? В качестве минимального элемента мы можем считать неинициализированное значение переменной. В качестве любого конкретного значения, которое мы знаем, это у нас второй слой, второй уровень нашей решетки. И все эти элементы несравнимы с точки зрения анализа. То есть мы не можем сравнить 2, 3 и 4. Это просто какое-то число, которое будет лежать в качестве значения при анализе для какой-то переменной, которую мы рассматриваем. Но они, в свою очередь, могут быть выражены в виде положительные значения, отрицательные. И в качестве топа, в качестве максимального значения у нас любое значение, которое может встретиться в нашей программе. В данном случае решетка не включает неинициализированное значение, и оно выражено только ботомом. Тут, наверное, нужен еще один элемент. Соответственно, давайте это пропустим. Соответственно, даже если это простейшая решетка, то тогда по... Так, куда я переключился? То тогда по принципу, о котором я только что рассказал, у нас верхний элемент это любое число, любое значение даже. Это может быть не число, это может быть любая строка. А нижняя – это неинициализированное значение переменной. И даже такая решетка, она полезна в анализе, потому что мы можем найти, например, неинициализированное значение. Если для Java достаточно сложно сделать так, чтобы значение было неинициализировано, то в JavaScript это вообще на счет раз. Но мы можем по-другому интерпретировать. Опять же, в силу того, что алгебра нам это позволяет интерпретировать эту решетку, мы, например, можем считать, что минимальное значение bottom – это null, а любое значение, включая null – это максимальное значение. Соответственно, давайте посмотрим на такой пример. здесь синими кружочками помечено, что находится внутри, какое значение содержит в себе переменная sum variable. Соответственно, изначально оно не инициализировано, и мы бы не могли его выразить в числах, но алгебра нам позволяет найти такое значение – это bottom. Далее мы его инициализируем нулем, после этого оно содержит в себе 0. Потом конкретное значение – это 42. Мы оставляем число 42 в качестве значения. И в какой-то момент при анализе мы добавляем некий аргумент, и мы не знаем, что это за аргумент, мы знаем только его тип, мы знаем, что это интеджер. Но это нам не мешает анализировать программу дальше. Мы просто говорим, там лежит плюс или минус. Кажется, что если мы таким образом всю программу пометим, то будет достаточно бессмысленный анализ. Но на самом деле это не так. Какая-то часть программы может потерять большую часть информации, но при этом мы можем все равно найти уязвимости, мы при этом можем найти места, например, которые недостижимы при реальной работе программы и сообщить об этом разработчику. То есть у нас появляется инструмент, который может полностью позволить нам описать программу. Причем таким образом мы можем анализировать и бесконечные циклы, и бесконечные рекурсии. Так, у нас не так много времени осталось. Скажу, что для того, чтобы анализировать эти бесконечные циклы, бесконечные рекурсии, у нас есть математический аппарат, благодаря Тарске и его теореме, который доказал, что для каждой монотонной последовательности существует неподвижная точка. Может быть, кто-то встречал в курсе универсальной алгебры, но это может быть для кого-то не имеет значения. Давайте сделаем, чтобы это имело значение. Соответственно, к сожалению, это, наверное, я не ту презентацию открыл, но неважно. Соответственно, что такое неподвижная точка? Неподвижная точка – это отображение некого значения в само себя. То есть в данном случае, вот у нас задача где-то там с просторов интернета. И задача сформулирована так, что значение массива должно соответствовать номеру индекса в этом массиве. То есть индекс номер 2, значение номер 2. Соответственно, давайте применим это к анализу кода. То есть неподвижной точкой мы будем называть случай, когда переменные перестают меняться. Или даже так, значение переменной перестает меняться. Мы с этим уже встретились, когда смотрели на код из статьи Колдала. И этот код мы уже с вами видели. Соответственно, здесь дети выходят из пряничного домика и дальше никогда не попадают домой в связи с тем, что значение переменной стабилизируется. То есть на каждом шаге оно равно либо… Ну, по сути дела, оно равно нулю, и мы его инкрементируем на каждом шаге. И таким образом достигаем неподвижной точкой. И получаем мертвый код. И об этом можно сказать пользователю. У тебя какая-то странная программа, у тебя есть код, куда ты никогда не придешь. Соответственно, такая же история с распространением Constance, Constant Propagation. Опять же, пример, который мы уже с вами видели. Теперь он уже написан на Java. И здесь мы можем сказать, что значение переменной не изменится. То есть мы переходим от одного элемента решетки к другому элементу решетки, как вы помните, и таким образом увеличиваем абстракцию. И в данном случае мы поймем, что при каждой итерации цикла значение не становится другим. То есть оно не становится, не меняет знак, оно в данном случае даже не меняет своей величины. Соответственно, вопрос возникает в том, а что делать, если цикл, например, бесконечен. Как мы можем такое утверждение сделать, если, например, цикл никогда не закончится? Или как мы можем такое утверждение сделать, если он просто очень длинный, например, он тысяча итераций, а у нас в анализаторе кода ограничение на 10 итераций всего лишь. И вот тогда мы как раз пользуемся абстрактной интерпретацией, когда мы анализируем сначала все внутренние структуры, синтаксические, такие как циклы, вызовы каких-то методов и так далее. А потом все внешние. При этом у нас значения переменных складываются в решетку, и на основании этой решетки можем сделать вывод, что значение не изменится. Здесь есть такое понятие, как widening and narrowing. Я сейчас не буду про это рассказывать, но суть заключается в том, что мы можем очень быстро предсказать значение переменной, например, сказав, что мы не знаем, какое значение у этой переменной будет, и присвоив ему тогда значение топ. Соответственно, есть у абстрактной интерпретации некоторые проблемы. И они связаны с тем, что, во-первых, сам движок может быть написан некорректно. Во-вторых, может быть так, что решетка слишком длинная. Ну, действительно, мы видели с вами решетку, где интервалы целых чисел. По сути дела это полурешетка, которая бесконечна. И в этом случае при анализе могут возникнуть некоторые проблемы, в том числе, например, анализ может продолжаться слишком долго, или он вообще может не завершиться. Эти проблемы в нашем движке сейчас решены. Наверное, мы еще какие-то встретим. Но существуют альтернативы. Альтернатива – это как раз то, с чем мы работали до этого. Это символное исполнение. Расскажу про символное исполнение, потому что оно позволит нам понять разницу между такими понятиями, как андераппроксимация и овераппроксимация. То есть оценка снизу и оценка сверху при анализе программ. В чем заключается суть символного исполнения? Вы помните, что вначале мы говорили с вами о том, что есть операционная семантика и аксиматическая семантика. Соответственно, накапливая операционную семантику, мы просто движемся по пути исполнения, по графу исполнения, например, вот этой функции. И каждый раз, когда мы встречаем какое-то ограничение, например, какое-то if, то мы сразу записываем ограничения для обоих путей исполнения. И в данном случае вы видите, что если мы будем двигаться по пути исполнения по правой ветке, то это приведет к ошибке, если по левой, к хорошему значению. Если мы таким образом пройдем по всему пути исполнения, то мы можем найти проблему, об этой проблеме сразу сообщить пользователю или сгенерировать автоматический тест и потом починить эту проблему. Или разработчик потом починит эту проблему. Или написать хороший тест и сгенерировать, соответственно, тест, который будет уметь возвращать 2 с помощью программы. Но при этом… А, соответственно, эта реализация как раз находится на GitHub. Называется Unit Test Bot. Там с помощью символьного исполнения можно обойти программу и сгенерировать тесты. Но проблема заключается в том, что в случае символьного исполнения мы просто обходим все пути. Вы понимаете, что все пути обойти невозможно, потому что есть, опять же, те же самые бесконечные циклы, есть рекурсии и что с ними делать. Есть внешние зависимости, о которых мы вообще можем ничего не знать. Если мы только что видели, что абстрактная интерпретация дает нам возможность описать некие объекты, про которые у нас недостаточно знаний, то здесь операционная семантика нам не позволяет этого сделать. Мы просто делаем некоторое предположение. И в этом случае анализ сильно ухудшается. Соответственно, мы просто обходим столько путей исполнения, сколько можем. И в связи с этим у нас появляется проблема с точностью анализа, потому что бесконечные циклы рекурсии мы не можем оценить. У нас это приводит к тому, что мы, если просто придумываем, что может быть в результате вызова внешне функции, например, записи и чтения из файла, то тогда это приводит к овераппроксимации. Соответственно, солвер, который нам помогает решить вот эти все ограничения, которые мы собирали на путях исполнения, он может работать слишком долго, либо просто не справиться с задачей. При этом там эти формулы бывают очень длинные. 16 тысяч элементов или что-то в этом роде. И очень сложно понять вообще, а что пошло не так. И это просто может быть большое число путей исполнения, особенно если программа такая, как у нас, 2 миллиона строк, например. Ну и взрыв путей исполнения, опять же, связанный с циклами. Соответственно, здесь у нас важное понятие есть, которое называется овераппроксимация и андераппроксимация. Вот зеленое облачко – это все те состояния или все те пути исполнения, которые программа принимает, когда мы ее запускаем потенциально. То есть если бы мы запустили программу всеми возможными способами, то мы бы получили зеленое облачко. При этом символьное исполнение не позволяет достичь этого зеленого облачка, потому что мы не покроем все пути исполнения. А абстрактная интерпретация, наоборот, позволяет нам получить состояния, которых в реальной программе может не быть. И такие состояния приводят к тому, что при анализе получаются ложнопозитивные результаты или так называемые false positive срабатывания. То есть мы получаем ошибки, которых в программе произойти не может. И в этом случае можно совмещать разные типы анализа. Можно взять абстрактную интерпретацию, которая позволит нам получить некую овераппроксимацию того, что может происходить в программе. После этого сделать какой-то, например, тейнт анализ, найти ошибки, и эти ошибки попробовать воспроизвести с помощью символьного исполнения. И таким образом, так как символьное исполнение на андерапроксимации основано, то у нас получится отфильтровать те проблемы, которые на самом деле не существуют. Они не могут произойти в нашей программе. Соответственно, давайте в заключении расскажу вам немножко про то, с какими задачами сейчас работаем мы в нашем отделе. Например, можно придумать новую структуру решетки, которая будет более эффективной. Как я сказал, если у нас бесконечная решетка, та, которая представлена слева, то мы можем провести в анализе бесконечное количество времени. У нас программа просто анализа зависнет. и, соответственно, мы пытаемся придумать вместе с академической средой, в том числе, может быть, кто-то здесь этим тоже интересуется, такую решетку, которая была бы и точна, и при этом по производительности оптимальна. Здесь как раз пример на JavaScript. Здесь вопрос про неподвижные точки. То есть, к сожалению, неподвижные точки, они часто, нахождение неподвижных точек в программе часто связано с тем, что это за синтаксическая структура. То есть нам нужно вывести смысл или семантику некой синтаксической структуры некоторого языка программирования. И чем ближе мы приблизимся к семантике этого языка и к этой структуре, тем лучше у нас получится находить и предсказывать неподвижные точки. То есть Тарский нам обещал, что такая точка есть, наша задача только найти. И вот одна из задач – это искать какие-то решения, которые позволяют неподвижные точки находить в программах. Ну и еще одна задача – это выбирать более точное решение. Например, для числового домена, мы с вами начинали со знаковых доменов и с интервалов, существует уже какое-то количество хороших, достаточно подходящих для продакшн-анализа доменов. Это октагон, полихедра, интервальный домен. Про них можно почитать в этих источниках более подробно. Но они, грубо говоря, граничные случаи анализа. Например, полихедра, она может приводить к слишком долгому анализу, к зависаниям и так далее, а интервальный домен недостаточно точный, он не позволяет связывать информацию о переменных между собой и таким образом ограничен. И точность его достаточно низкая. Хотя полихедра, вот это облачко, очень близко к зеленому приближает и результаты анализа очень точные являются. Соответственно, мы пытаемся оптимизировать такие домены. Спасибо большое. Хорошо, что не совсем та у меня презентация, она получилась короче. Было еще несколько примеров с кодом именно про неподвижные точки и так далее. Но я надеюсь, что я буду на Джокере рассказывать немножко другую версию этой презентации. Там я покажу, соответственно, реализацию такого наивного анализатора очень простого языка. Там будет числовой язык, а-ля функциональный, который будет анализировать и выводить некоторые свойства этого языка. Соответственно, там можно будет посмотреть, наверное, на те примеры, которые я сегодня не показал. Спасибо большое. Надеюсь, что я вас тоже заинтересовал. Надеюсь, если вам понадобится что-то анализировать, какой-то код, то вы, во всяком случае, сможете сориентироваться на местности, понять, в какие направления можно двигаться, потому что мы уже много лет этим занимаемся. И у нас получились уже результаты, которые позволяют находить продакшн-проблемы и в опенсорс-проектах, и в наших внутренних проектах. Так, все. Ну что, друзья? Алло, алло. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ